Я сегодня расскажу о том, где я работаю, чем занимаюсь. Работаю в компании Dechant Motors, которая является стартапом. Начинала свой путь эта компания как производитель кресел электрических для инвалидов. Потом они начали делать йогуртовые машинки. Может быть, вы видели, бабушки ездят, продают йогурт. Потом они начали делать гольф-кар. И вот в течение трех лет, трех последних лет, они разрабатывали модель автомобиля, полоценного автомобиля, полностью электрического, двухместного. И даже умудрились согласовать стандартизацию нового формата транспорта как UMV, Ultra Mini Vehicle. То есть, эта машина рассчитана на двух человек. Двухместный автомобиль полностью на электрической тяге. Сегодня мы его протестируем. Я являюсь тестером, то есть, человеком, который делают предпродажную проверку. Это обкат машины и проверка всех систем. Сегодня мы посмотрим, насколько она быстро ездит, до скольки разгоняется, и все это увидите в живую. Итак, тест проводится на общественной дороге, но это не главная дорога. Вот это такая как бы местность деревенская, наверное. загород, в общем. Так, одеваем ремень. Ремень в безопасности, все как надо. Так, ну, тут, в принципе, стандартный комплект. Пары, дальние, болезни, поворотники, дворник, умыватель. Вот. Ну что ж, я думаю, сейчас мы начнем движение. Вот. Ну, что могу сказать? В принципе, я думаю, как городской автомобиль, она очень даже подходит. Единственное, что, наверное, на большие дистанции на этом машине автомобиля не проехать особо много, так как запас хода у нее всего 100 км. Но она достаточно резвая для электроавтомобиля, учитывая ее массу, всего лишь 350 кг. Она разгоняется очень бодро. Вот. И максимальная скорость 83 км. Вот. Что еще могу сказать? Я думаю, что это идеальный вариант для тех, кто занимается бизнесом, таких, особенно как доставкой еды и подобных вещей. Вот. А также ее можно использовать как промоавтомобиль. Может быть, видели. В России очень часто можно увидеть машинки с банками RedPool. Я думаю, что эти машины можно использовать именно в таком ключе. Стоимость автомобиля составляет 5 миллионов бон. И машина приобретается через платформу TeamOn, который занимается продажей купонов и билетов. Вот. В данный момент продаж, то есть купить машину, вы не сможете, потому что приостановлены продажи из-за того, что быстро раскуплены все купоны. То есть это как? То есть вы платите 100 тысяч за купон и вы приобретаете право на... То есть вы покупаете очередь. И когда машина будет готова, вы оплачиваете ее стоимость. Полная стоимость автомобиля 15 миллионов бон. Вот. Государство субсидирует из них 10 миллионов как в виде поддержки и развития чистого зеленого транспорта. Это целая государственная программа в Корее. Вот. Сейчас потихоньку переходит... Общественный транспорт переходит на электричество. А вот появляются такие вот автомобили. Ну и считаю гигант, такие как Hyundai и Kia. Они разрабатывают гибриды. И в ближайшее время этот транспорт станет более распространенным. И сейчас строится инфраструктура в Корее. То есть строятся всякие площадки, где есть зарядки. А что касается расхода, то по сравнению с бензином, с бензиновым автомобилем расходы на электричество в 5 раз меньше. Плюс дается 3 года гарантии либо 100 тысяч километров бесплатного сервиса. То есть если у вас что-то ломается, компания забирает автомобиль, чинит и все это бесплатно. Вот. Продажи были открыты на Тимоне в октябре этого года. Да, в октябре прошлого года. И купоны были распубликаны за двое суток. То есть это говорит о том, что в принципе спрос имеется на данные автомобили в Корее. И многие корейцы, они думают о том, чтобы пересаживаться на электрический транспорт. Потому что это вообще будущее. И необходимо всем думать о том, об экологии. В этом году, скорее всего, осенью компания Dejan Motors представит новую модель, которая называется Poco. Это будет пикап. Тут также двухместный, но он будет побольше. И, соответственно, возможности у него по перемещению грузов будут больше. То есть он может больше ввести. Так как до него вот эта маленькая машина, она рассчитана только на пассажиров. То Poco в следующем году это будет. Я думаю, что руководство компании нацелено на рынок B2B. Business to business. И делают ставку на это. Именно на транспорт, который будет заниматься Таста. И, соответственно, были инвестированы большие деньги в инновацию завода. Построены новые лайны. Закуплено дополнительное оборудование. Вот. Так что, я думаю, в ближайшее время они, кстати, хотят еще построить еще один в Тегу завод. И сервисные станции, станции сервисного обслуживания сделать после страны. Но это в будущем. Посмотрим, как все будет дальше. Вот. Пока на данный момент мы занимаемся тем, что мы собираем какие-то мини-автомобили. Опять же, бывают разные комплектации. Существует еще автомобиль с дополнительным. С дополнительным, так сказать, roof rack. То есть, здесь багажник на крыше у него, в общем, достаточно вместительный. Это как можно дополнительно приобрести вместе с автомобилем при покупке. Клиентами компании, купившим автомобиль. Это и в основном крупные какие-то компании. Такие, как YSK Telecom, Korea Post. Есть PAS. PASECO. Компания, которая занимается производством электро-бытовой техники. Ну и всякого рода ресторанные проекты, которые тоже занимаются достатком. ПASECO. Не знаю, многие жалуются в Корее на то, что отношения плохое и начальство плохое. Нам в этом плане повезло. Хорошее отношение к нам и, в принципе, все достаточно дружелюбные. Это мы справляли часок. После часок, вот, вышли все на улицу, начали жарить барбекю. Вот. И получилось очень здорово. Мне нравится такая атмосфера в коллективе. Ну а теперь немного прожарим на этой молитке. На этой ноте я хочу с вами попрощаться и увидимся в следующем выпуске. В эфире был Кангнам ТВ. С вами Андрей. Пока-пока. Удачи.